В фильме «Чудо на Гудзоне» описывается событие про посадку аэрбаса на, собственно, Гудзон. Произошла она, потому что в оба двигателя попали большие птицы, по-моему, гуси, и отказала именно оба двигателя. И командирам было принято, как выяснено по итогам расследования, единственное верное решение – это посадка на Гудзон. Он не мог дотянуть ни до одного аэропорта, в принципе, потому что ему требовалось хотя бы минуту на принятие решения, потому что ситуация по отказу двух двигателей – это максимально нестандартная ситуация, в которой самолет, в принципе, лететь не может, он может только планировать. И вот командир этого самолета рассчитал единственное верное решение, и все пассажиры этого рейса остались в живых, после чего было длительное расследование, в которых были разобраны все этапы полета, все возможные решения. Сначала даже считалось, что он мог вернуться на один из ближайших аэродромов. Опять же, они не учли, по фильмам они не учли, что человеку все равно требуется время на принятие решения. Данный инцидент был разобран, и взаимодействие в экипаже считается эталонным, потому что действия были идеальными как у командира, так и у второго пилота. И они используются в учебниках по преподаванию СРМ. Сколько бы технически реально посадить такой большой самолет, вот этот Трабудзон, ну, то есть на такую реку, вообще на воду, насколько это реально посадить? Ну, этот фильм — это не выдумка, это реальность. Поэтому, собственно, раз это было, значит, это реально. Это не первый случай, насколько я помню, год не помню, но в Ленинграде еще Ту-62 также посадили на Неву. Это, кстати, было практично, это было намного сложнее сделать, потому что Нева и меньше, и имеет очень много мостов. То есть там тоже посадили самолет на Неву. Неву.